МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"8 вечера в Украине". Время подробностей. Я Алексей Лихвов. Здравствуйте. Следствие по Боингу. ГПО отчиталось о расследовании по сбитому малазийскому самолету. Теракт в Харьковской области. Неизвестные подорвали цистерну с топливом для украинских военных. Цена солдатской жизни. В какую сумму в России оценили молчание родственников, погибших на Донбассе? Школа выживания. Как прожить шахтерам на декабрьскую зарплату в марте? Малазийский Боинг был сбит сепаратистами. И стреляли они с территории Донецкой области. Это приоритетная версия следствия. Об этом сегодня сообщил генеральный прокурор. По словам Шокина, террористы 17 июля вели огонь из зенитно-ракетного комплекса БУК. А после трагедии его спешно перевезли на территорию Российской Федерации. Как доказательство, в ГПУ представили фрагменты переговоров боевиков после того, как они сбили самолет. Да, слушай, блядь. Алло, а куда нам эту красавицу грузить? Которую? Эту? Ой, БМ. Да, 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 я понял. Так, 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 она на этом, на тягаче? А да, она на этом, ее просто она будет где-то выгрузить, чтобы спрятать. Она с экипажем? Да, с экипажем. Не надо ее никуда прятать, она сейчас уйдет туда. Ты понял, куда? Я понял, но им надо хотя бы время, чтобы они ее осмотрели. Силовики надеются, что следствие завершится до конца года, хотя существуют проблемы со сбором информации на месте крушения. Попри все обязанности, а не российские военные керевники, а не ДНР и ЛНР, террористические организации, уникают и жодного сприяния не надают для того, чтобы, так как вы поставили питание, все-таки следственная группа прибыла на месте падения летака. Появлено, можно сказать, только то, что она попала к нам в зброю с территории России и пришла на территорию России. Вернулось. А вот голландские следователи ищут свидетелей, которые видели транспортировку ракетной установки БУК. Пытаются выяснить, как эту установку доставили на территорию Украины и как потом заметали следы. Искать очевидца следствие собирается в соцсетях. Но вот пока в ГАГе подчеркивают, что назвать причину трагедии 17 июля они еще не готовы. Борьба с неугодными, пиар или что-то другое. Откуда деньги на покупку Интера? Этим сегодня заинтересовались депутаты от Народного фронта. Написали и передали обращение в Генеральную прокуратуру. Почему вдруг возник такой интерес? Все подробности в сюжете. Допросить Фирташа, Левочкина и Хорошковского. Этого с утра от генпрокурора потребовали фронтовики. К шоке, но идут целые делегации. Хотят знать, за чьи деньги купили телеканал в 2013-м у Хорошковского и уже в этом году у российского ОРТ. Подозревают, это сделали по указке Путина. Но вот доказательств пока нет. Если окажется, что наша информация верна, и деньги были выданы российскими банками или российскими юридическими структурами, эти 2,5 миллиарда, я думаю, всему народу Украины будет ясно, какие телеканалы смотреть, а какие не смотреть. Разговор с генпрокурором без прессы. Спустя полчаса депутаты снова перед журналистами. У меня секундочек нет, извините. Зато в Фейсбуке Герасченко посты появляются один за другим. И все касаются Интера. Здесь же то ли намек, то ли упрек. С чего вдруг такой интерес? Действия фронтовиков – очередная попытка политического давления на телеканал. Об этом идет речь в официальном заявлении Интера. Цель – запугать СМИ. И это уже не первая попытка за последние месяцы. Акции телеканала, говорится в заявлении, принадлежат украинским собственникам и в структуре нет российских денег. Это подтверждает и миноритарный акционер Интера – народный депутат Сергей Левочкин. Сделки он называет абсолютно прозрачными. А вот любознательность коллег по парламенту не совсем искренней. Как только власть обвиняют в многомиллиардной коррупции, власть сразу же набрасывается на оппозицию и на медиа. Это очередной шаг в давлении на оппозицию. Кроме того, я в этом усматриваю давление на СМИ, которые говорят правду о коррупции в правительстве, которые говорят правду о представителях Народного фронта, которые совершают преступления не только в Украине, но и за рубежом. Это мне представляется пиаром, попыткой отвлечь от многомиллиардных коррупционных сделок. О чиновничьем пиаре в Украине уже пишут и зарубежные СМИ. Именно так расценили журналисты американских изданий громкий арест на заседании Кабмина в прямом эфире. А в Генпрокуратуре сегодня обращения депутатов приняли и отреагировали коротко. Будут действовать по процедуре. Оксана Григорьева, подробности, телеканал Интер. Вместо реформ, провокации и ложь. За попытками представителей Народного фронта отключить первую кнопку страны, Интер стоит стремление части парламентского большинства обелить своего лидера, премьера Яценюка. Так считают в оппозиционном блоке. В начале года, говорится в заявлении, власть уже пыталась лишить канал лицензии по указке Турчинова. Теперь так называемым борцом с коррупцией выступил Народный фронт в лице Герасченко. Оппозиция призвала президента остановить политический и правовой беспредел. Народный фронт, к слову, последние недели просто преследует череда скандалов. Сначала отстраненный глава Госфининспекции обвинил правительство Яценюка, он же лидер фронтовиков, в коррупции и попросил генпрокуратуру ответить, куда делись 7,5 миллиардов бюджетных гривен. Прокуратура уже начала расследование. Новость всей прошлой недели. Один из избранников от Народного фронта в розыске Интерпола. В Камбодже его подозревают в изнасиловании. И это все о главе комитета по вопросам культуры и духовности Николая Княжицком. Правда, спустя день, как информация облетела СМИ, Интерпол розыск приостановил. Но вот само расследование продолжается. Вслед за этим Сергей Лещенко, нардеп от блока Петра Порошенко, обнародовал детали другого дела. Уже против Николая Мартыненко. Это один из самых влиятельных депутатов во фракции Народного фронта и глава парламентского комитета ПАТЭК. Дело открыто в Швейцарии. Народного депутата подозревают во взяточничестве. Мы поинтересовались у Антона Герасченко. Будут ли фронтовики просить ускорить расследование относительно своих однопартийцев? И вот какой ответ получили. По нашим однопартийцам как раз обращений более чем достаточно. И все есть полномочия генерального прокурора на основании заявлений СМИ проверить действия как Мартыненко, так и Книжицкого. Насколько мне известно, это делается. Причастен или нет к похищению главы Укрспирта бывший командир Айдара Сергей Мельничук. Это сейчас проверяет генеральная прокуратура. Так ответили в ГПУ на запрос народного депутата Мустафы Наема. Бывшего руководителя Укрспирта Михаила Лабутина, напомню, вывезли из больницы 19 декабря прошлого года. Айдаровцы в то время охраняли Лабутина по просьбе профсоюза Укрспирта. Самого Лабутина обвиняют в неуплате налогов и растрате бюджетных денег более чем 200 миллионов гривен. А что касается нардепа Мельничука, в ГПУ говорят, что решается вопрос о снятии с него депутатской неприкосновенности. Сам парламентарий считает обвинения с фальсифицированными, факт похищения отрицает, мол, больницу Лабутин покинул сам, и в то время, когда ему еще официально не выдвигались обвинения. Переходим к новостям из зоны АТО. Первым с вами на связь выходит мой коллега Александр Пантелеймонов. Саша, здравствуй. Какие у тебя новости? Где сегодня в зоне АТО неспокойнее всего? Да, Леша, вот сегодня напряженная ситуация в Гранитном. Там продолжаются обстрелы из ствольной артиллерии. Это находится поселок неподалеку от Волновахи. Вот наши волонтеры, по их сообщениям, они говорят, что там даже погиб ночью наш военный. Также под обстрелом и поселок Широкино. Это уже возле Мариуполя. Сегодня весь день практически, уже практически сутки, даже боевики не прекращают здесь обстрелы из минометов, стрелкового оружия. И даже выезжал на позиции вражеские танки, ввел огонь по нашим военным. И вот во время относительного затищия нам удалось побывать в поселке. И подробнее о ситуации там предлагаю смотреть в нашем сюжете. В машине с разведчиками въезжаем в Широкино. Поселок встречает нас звуками снайперского огня. Хотя еще накануне наши разведчики договаривались о затишье с боевиками по телефону. Сейчас мы позвоним Сережу из ДНР, с которым я сейчас договаривался о перемирии. Алло, Сереж, твой снайпер стреляет по пляжу. Я подхожу на пляжи и летят пули, пролетают в море. Ну постарайся, пожалуйста, потому что я сейчас поеду. Я к тебе тут еле сдерживаю своих ребят. Прошло около 10 минут и вражеский снайпер затих. В Широкино держат оборону бойцы правого сектора. Уходить не собираются. Идем дальше к тому месту, где идет перестрелка. Здесь обороняются бойцы нацгвардии. Их обстреливают, они молчат. Хотя знают, куда стрелять. Вы место определили, откуда? Да, определили. Наши снайпера работают, поэтому мы следим на наблюдателях. Я сейчас лично общаюсь с их поколковником, со званием. Я сейчас с ним встречался, с ним со званием. Мы сразу же только услышали, передавайте на замок. Я сразу же ему звоню. Я ему звонил только по поводу этого снайпера. Он сказал, в течение 5 минут все стаканится. Хорошо. Посмотрим. Здесь тоже меньше стрелять. В следующий раз меньше стрелять. Перебежками доходим до самого крайнего дома. Это столовая пансионата. Это постапокалиптическая картина, ставшая здесь обыденностью. Это максимум, куда я мог вас довести. Более-менее безопасно, хотя риск у нас был. Дальше, если мы отсюда, из этого окна переступим, то нам будут отрабатывать снайпера. Снайпера у них, поверьте, профессионалы. Поднимаемся выше по этажам. Именно здесь выбирают себе позиции наши снайперы. Врага можно увидеть даже без прицела. Правда, и он может увидеть тебя. Вот это отсюда мы вели бой. Сидя в разрушенном зале с пианино и креслами оборачиваемся на звук. Мы заметили его последними. Снайпер, к счастью наш, пнул осколок стекла, чтобы предупредить о своем приближении. Снайперы неразговорчивый народ. Очень долго приходится сидеть и молча, чтобы выполнить боевую задачу. Мы были вдвоем и менялись по очереди. Но 16 часов были на позиции. И задачу удалось выполнить? Конечно. Пора возвращаться. Выезжаешь из Широкина под впечатлением. Это другой мир. Наши проводники, военные разведчики, тоже молчат. Думают о своем. Слова здесь стоят дороже и значат больше. Море, пляж, солнце, а мы на войне. А так случится на море с семьей. Надеюсь, к лету все уладится. Александр Пантелеймонов, Вадим Ревун, Игорь Щепет. Подробности телеканал Интер. Действительно, Донецкое направление сегодня одно из самых сложных на фронте. Что произошло там за последние сутки и почему наших журналистов не пустили в Пески, мы узнаем у второго моего коллеги, который также работает в зоне АТО, Станислава Кухарчука. Стас, здравствуй, ты в эфире. Расскажи, пожалуйста, как о ситуации, что тебе удалось сегодня узнать, что ты видел, так и о конфликте. Прошу. Здравствуй, Леш. Ситуация в Донецкой области сейчас напоминает ЭДК о затишье перед бурей. Ни о каком перемирии говорить не приходится. Боевики продолжают обстреливать позиции украинской армии. Вот за последние сутки в зоне АТО погиб один украинский военнослужащий. Еще трое получили ранения. И вот в последнее время работа журналистов в зоне АТО немного усложнилась. Дело в том, что работникам средств массовой информации, кроме аккредитации, еще нужно утверждать свой маршрут перемещения. Наша съемочная группа накануне этого сделать не смогла из-за отсутствия света в штабе АТО. И уже сегодня без этой заявки военные нас не пропустили в поселок Пески. О том, что там сейчас реально происходит, бойцы с передовой нам рассказывали по телефону. И опять на Донбасс зашел очередной путинский гуманитарный конвой из России. По данным нашей разведки он привез боеприпасы для артиллерии. Вот на фоне всего этого заявления лидеров террористических ЛНР и ДНР о готовящемся захвате новых украинских территорий наши бойцы воспринимают как реальную угрозу. Возможного наступления боевиков наши военные ожидают где-то к середине апреля. Алексей. Спасибо, Стас. Это был Станислав Кухарчук из Донецкой области. И вот пока Москва посылает на восток Украины путинские конвои, Киев выясняет реальные нужды регионов. В столице представили новую гуманитарную карту потребностей Донбасса. Здесь особо остро нуждаются в продуктах питания и медикаментах. Наиболее сложная гуманитарная ситуация сложилась в таких городах, как Дебальцево, Юнокоммунаровск и Иловайск. Еще одна проблема как для мирных жителей, так и для волонтеров – пропускная система на границах зоны АТО. Гуманитарная карта является очень важным и действенным инструментом для гуманитарного штаба, потому что мы корректируем свои действия, мы видим усугубление ситуации, гуманитарная катастрофа усугубляется. Мы видим большую нехватку продуктов питания и лекарств. Это то, о чем говорят мирные жители на разных территориях. И об этих, и о других своих бедах жители Востока рассказывают нам лично, по телефону. Мы и сегодня говорили с оккупированными Донецком и Луганском. Вот послушайте. Пока тихо, раскаты в районе аэропорта. У моей знакомой не стало мамы, справку до смерти она здесь не может получить. Ей нужно где-то взять украинскую печать для того, чтобы получить эту справку на территории Украины. А здесь, в той больнице украинской печати нет. То есть, как быть этому человеку, официально подтвердить смерть родного человека, а он не может? Это как теперь будут считаться эти люди? Условно умершие? То же самое с ладенцами рожденными. Это как? Условно рожденные? Сегодня явно стал один очередной висок повышения цен. В частности, например, телеграмм стал еще в Луганской стоит 130 гривен, 10-й крит, 25-й крит, картошка в районе 13 гривен. Цены очень кусаются, очень дорожных денег особо нет. Больше людей, больше машин. Цены, ну, несмотря на то, что цены дорожают, продуктов становится все больше. Постепенно налаживается гуманитарная помощь. Лекарства в городе есть только в нескольких аптеках. Цены там заоблачные. В принципе, все, что нужно для диабетиков, для сердечников, там действительно в наличии. Но, допустим, пенсионеры купить по факту лекарства не могут, потому что пенсии не платятся. Нам в Донецке обещают дать следующую зарплату. Это у нас будет только декабрьская зарплата. Будет зарплата в рублях. Нет гривны в ДНР. Это неудобно. У нас связь с Украиной теряется. У нас очень много родственников на Украине. Нам рубли невыгодны. С волонтерами и силовиками встретился президент. Обсуждали, какие законы срочно нужно принять в сфере обороны и безопасности. Среди неотложных законопроект об увеличении продовольственного обеспечения армии и прозрачности госзакупок. Сегодня же Петр Порошенко подписал закон о проведении учений в Украине и участии наших военных в маневрах за рубежом. Для борьбы с диверсионно-расследовательными группами. Диверсанты сегодня и поработали в Харьковской области. Около полуночи неподалеку от железнодорожной станции Основа прогремел взрыв. Неизвестные подорвали цистерну с топливом, которое предназначалось для вооруженных сил. В момент взрыва рядом никого не было, а пострадавших нет. Рельсы не повреждены, так что останавливать движение поездов не пришлось. Уголовное производство начато по статье «Диверсия». Расследованием занимается СБУ. Минюз требует от СБУ проверить, действительно ли, Петр Симоненко получил место в президиуме Компартии Российской Федерации. Информацию о присутствии Симоненко на съезде подтвердили на официальном сайте КПРФ. Также Минюст хочет знать, менял ли Симоненко гражданство и получил ли российский паспорт. А еще требует дополнительного расследования относительно причастности лидера КПУ к финансированию терроризма на Донбассе. Своё расследование сегодня опубликовала российская оппозиция. С помощью каких сумм закрывают рты родственникам российских солдат, погибших на Донбассе. Все подробности у нашего московского САПКОРа Данила Русакова. 3 миллиона рублей, именно в такую сумму российская Миноборона оценила жизни погибших на Донбассе солдат. Это информация активиста протестного движения Ильи Яшина. Сейчас он работает над докладом о боевых действиях на востоке Украины. Именно этот документ собирался обнародовать Борис Немцов. По предварительным данным, сотни, если не тысячи российских военных погибли во время боев под Иловайском и Новоазовском прошлым летом, тогда скрыть такое количество погибших было трудно. И российские власти сообщили, военнослужащие поехали в отпуск за свой счёт. Каким же образом они прихватили с собой в увольнение танки и БТРы, не упоминается. А вот родственников солдат, уверяет Яшин, заплатили за молчание. Второй случай массовой гибели, это январь-февраль 2015-го, во время боевых действий под Дебальцевым. Однако, по данным оппозиционера, на сей раз решили никому не платить. Родственников просто заставили написать расписку, а не разглашение. Мы не знаем детали, не знаем, как принимается решение Министерства обороны. Люди абсолютно запуганы. Они до смерти Немцова, конечно, были запуганы. Сейчас, как вы понимаете, мелости им не прибавилось. И они уже просто хотят, чтобы их оставили в покое. И вот новое кладбище в районе Ростова-на-Дону. По некоторым данным, здесь массово хоронят боевиков, вернувшихся с Донбасса. И как раз с лета прошлого года сообщается, что недавно там появилось 500 новых могил. Данил Русаков, Виталий Коваленко, Московское бюро, телеканал Интер. Заморозить цены на коммуналку до конца года предлагают в оппозиционном блоке. Пока государство не проиндексирует пенсии и зарплаты. Кроме этого законопроекта в парламенте зарегистрировали еще один. А моратории на выселение семей, которые задолжали за квартиру. А такими, по подсчетам депутатов, могут оказаться миллионы малообеспеченных. 500 гривен воно и добьет. Это с пильгою. С пильгою, да. А с первого квитня, ну, если это, так, десь в пределах 800. А если у меня пенсия 2500 и в дружине 1000, заплатишь за коммуналку и пролікуешься. А так тогда зубы вытягивай на полку. Заложили бюджет и субсидии только на 3 миллиона человек, а нужно будет выплатить около 20 миллионам людей субсидии. То есть нереально. Сейчас можно будет коллекторским фирмам отыграться на люди. Поэтому мораторий на повышение тарифов и мораторий на выселение из жилья. На госпредприятии Лисичанск уголь. Вот уже три месяца, как не выдают заработную плату. Удивительно, но шахтеры продолжают спускаться в забой каждый день. Сейчас они ждут денег, только вдумайтесь, за декабрь прошлого года. Но больше всего при этом боятся, что их родную шахту закроют. На глубине 518 метров побывал мой коллега Ярослав Кречко. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Лучше начать уже как-то. Чуть не было никаких безаварийных. Отец шахтер был сюда, рассказывал, а кто и следом я пошел. Брат был тоже тут на этой шахте погиб. Ну, завалил обвал породы, когда достали уже полморта. Такое уже проходили я в 90-х работал, прошел все эти голодные годы. Не хочется повторения, не хочется. Деньги дайте людям, работать они готовы. Конечная точка 518 метров. У нас задолженность 2,5 месяца по зарплате. Я понимаю, как все говорят, ну, нет денег в министерстве. Ну, хотелось бы спросить, наверное, в министерстве тоже заработная плата за должность 2,5 месяца составляет. А ребенка, это же ты не объяснишь, когда дочке 3 года, а сыну 2 года. И он просит тебя купить конфету, а тебе нету средств на это. Это очень сложно. Прежде всего, это сложно. Мы готовы работать. У нас все для этого есть. Вот эти руки, вот этих всех ребят и всех остальных, которых тут у нас, 2000, если не больше, людей на шахте работают. И все они готовы давать уход. Для Украины, для страны. И даже на экспорт, если это возможно. Дайте нам работать нормально. Покупается уголь в России, покупается уголь в ЮАР. Ну, это всем известно, всей стране. А украинский уголь, который добывают украинскими шахтерами, украинскими шахтерами лежит на складах. Сыра выделяется, ну, горит. За полгода скопилось 33 тысячи тонн угля. Ну, пропадает шахтерский труд. Была бы жизнь за дорогах. Нормально бы поставляла вагон, вывезли бы этот уголь, бы все было нормально. Была бы и зарплата. Ну что ж, мы обещаем обязательно связаться с профильным министерством, послать им запрос, чтобы узнать, когда коллективу Лисичанск-Угля стоит ждать зарплату. Будем ждать ответов. Пока продолжаем наш выпуск. Королевство соблазняют. Жителям Великобритании сулят всевозможное благо. В стране ведь выборы на носу. Чем они отличаются, чем их предвыборные приемы и обещания отличаются от наших? На этот интересный вопрос ответ искала наш лондонский корреспондент Оксана Кундеренко. Перед Букингемским дворцом столпотворение. Но люди пришли не для того, чтобы посмотреть традиционную смену караула. Сегодня все ждали вот этот кортеж, который доставил ко двору Дэвида Кэмерона. Десять минут тет-а-тет с королевой Елизаветой, чтобы доложить. Парламент в отставке, предвыборная гонка стартовала. Это простая формальность, но сколько всего последует за ней? 38 дней напряженной борьбы и выборы 7 мая. Следующим премьер-министром, который войдет в эту дверь, будет либо Эд Милибанд, либо я. Вы можете выбрать рост экономики, рабочие места, рабочую систему здравоохранения и снижения налогов, либо хаос, который предлагают лейбористы. Конкуренты идут ноздря в ноздрю. Лейбористы сегодня тоже запустили кампанию. Решили надавить на болевые точки консерваторов. Повышение налогов, неспособность снизить приток иммигрантов, референдум относительно членства в ЕС, который Кэмерон собирается провести, если победит. Нет ничего худшего для нашей страны, для нашего бизнеса, чем политические игры по поводу членства в ЕС. Выходить или не выходить? Я в эти игры не играю. Конечно, каждый из претендентов хотел бы выиграть и самостоятельно сформировать большинство в парламенте. Но вряд ли это удастся. Все большую роль в британской политике играют мелкие партии. Голосуют по мажоритарной системе и несколько кресел могут получить эпатажные евроскептики Юкип или шотландские сепаратисты. Вопрос, кто и с кем вступит в коалицию, уже сейчас накаляет политические страсти. Оксана Кундеренко и Сергей Дубинин. Подробности. Британское бюро телеканала Интер. Ну а вот Франция свой выбор уже сделала. Кого-то он обрадовал, но вот кого-то серьезно напугал. Куда накренила страну и кто всплыл из прошлого? София Гордиенко продолжит наш европейский корреспондент. Выборы в регионах и департаментах это всегда симптомы. И судя по средней электоральной температуре по стране, французы своей властью недовольны, но менять что-либо кардинально тоже не готовы. Кардинальное изменение это ультраправый национальный фронт. Его лидер Марин Лепен, опуская бюллетень в избирательную урну в городе Аннинбумон, где начиналась ее политкарьера, еще пытается улыбаться. Но она в курсе. Согласно опросам, ни в одном из департаментов победа ее силе не достанется. С активистками Фемен Лепен разминулась. Дамы с обнаженной грудью, гитлеровскими усами и в белых париках напомнили, почему голосовать за Лепен в Маветон. Антисемитизм, гомофобия и снисходительное отношение к коллаборационистам времен немецкой оккупации. Этот шлейф тянется за национальным фронтом еще со времен Папы Лепена. А так как сердца французов требовали перемен, победа досталась старому знакомому. Дорогие соотечественники, новый этап перед нами. Дорогие соотечественники, надежда возродилась для Франции. Саркози и удивлен, и рад своей победе. Свою роль здесь сыграло как его харизма, так и то, что французы устали от социалистов. Теперь у Сарко задача максимум дотянуть до президентских выборов 2017-го. Нынешний соперник Франсуа Алант от ожидаемого проигрыша скрылся в Тунисе с официальным визитом. Дома держать удар пришлось премьеру Мануэлю Вальсу. Он даже отменил свою поездку в Германию. Сегодня на департаментских выборах победили правые, и это неоспоримо. У Вальса срывался голос, его бросало в пот. В 2012-м левые впервые за 20 лет вернулись к власти. Им досталась страна в кризисе. И за три года проблемы только усугубились. Теперь социалисты теряют кантон за кантоном, а это черная метка. Мол, на грядущих президентских выборах поддержки тоже ждать не стоит. София Гордиенко, Василий Тружковский. Подробности. Европейское бюро телеканала Интер. Продолжаем подробности. Во второй части программы узнаете еще много интересного и важного. Март сурового режима. В Харькове ветер срывал крыши и валил деревья. Острожский детектив. Как местные милиционеры третировали людей, и кто нашел на них управу? Бунт в Виндзорском замке. Чем недоволен персонал Елизаветы Второй? Атака на Агентство национальной безопасности. Сегодня утром неизвестный пытался прорваться на территорию американского секретного ведомства. Есть раненые и убитые. Все подробности инцидента в материале нашего американского САПКОРа Дмитрия Еловского. Утро понедельника началось для АНБ. Четвычайная ситуация. Инцидент произошел около 9.30 по местному времени, когда многие служащие как раз подъезжали к месту своей работы. Неизвестный решил протаранить на своем автомобиле ворота штаб-квартиры Агентства национальной безопасности, которое находится в Форт-Миде, штат Мэриленд. Полиция моментально отреагировала на происшествие и открыла огонь по автомобилю. Вот сейчас, как сообщают местные СМИ, один человек ранен и один убит. Судя по всему, это и есть нападавшие, хотя информации на этот момент довольно мало. Известно также, что в машине злоумышленников было двое. Это мужчины, но почему-то переодеты в женские платья, как сообщает Fox News. На записи видно, что у ворот стоят два сильно поврежденных внедорожника. Один повлицеполицейский и один черный гражданский. Это уже не первый случай нападения на АНБ за последнее время. Еще в начале месяца один человек стал стрелять по зданию, но его удалось довольно быстро задержать. Тогда, к счастью, никто не пострадал, но ФБР удалось выяснить, что этот же мужчина уже раньше вел хаотичный огонь вблизи разных хайвеев штата Мэриленд. Штаб-квартира АНБ – это вообще одна из самых крупных структур американского правительства. Здесь работают аж 11 тысяч военных и 29 тысяч госслужащих. Здание охраняется по всему периметру, поэтому, скорее всего, у нападавших не было какого-то четкого плана. И, по всей видимости, они были просто не в себе, когда решили с главного входа протаранить ворота одной из самых охраняемых секретных служб мира. Дмитрий Уловский, Юрий Романик. Подробности. Американское бюро. Телеканал «Юнтер». Немецкие следователи до сих пор не могут понять, что заставило второго пилота компании «Джемон Винс» Андреаса Лубица разбить самолет, на борту которого находились 149 человек. Татьяна Лагунова подробнее об основных версиях. Андреас Лубиц. Сейчас это, пожалуй, самое упоминаемое имя в прессе и на телевидении. Возле дома в городке Монтабауэр, где живут его родители, и дома в Дюссельдорфе, где он снимал квартиру. Сутками дежурят журналисты. А 200 полицейских специальная команда «Альпы» по крупицам изучает прошлое второго пилота компании «Джурман Винс». Чтобы понять, почему парень из хорошей семьи, который увлекался спортом и получил работу своей мечты, вдруг решил убить себя. Еще 149 человек. Пассажиров и экипаж рейса «Барселона-Дюссельдорф». Уже известно, что Лубиц страдал психоматическим расстройством. У него дома нашли огромное количество медикаментов и порванный больничный лист. В тот день он не должен был выходить на работу. А клиника Дюссельдорфа передала следователям историю болезни Лубица. До получения лицензии пилота он лечился у психиатра и у него были суицидальные наклонности. В последующий период и до недавнего времени посещал врачей, но у него не были диагностированы склонность к самоубийству или внешняя агрессия. В прошлом пилота копаются и журналисты, подбрасывая сенсационные факты и признания. Британская Мирор сообщает, у Лубица были серьезные проблемы со зрением и он боялся ослепнуть. Немецкий таблоид Бильд находит бывших пассий пилота. Стюардесса Мария вспоминает, Лубиц говорил ей, что когда-то его имя будет знать каждый. Учительница Катрин признается, они встречались много лет и собирались пожениться, но расстались незадолго до авиакатастрофы из-за сложного характера Лубица. А еще якобы она беременна. Газеты пишут, второй пилот часто посещал сайты, посвященные суициду, и обращают внимание на снимок. Лубиц на фоне моста Голденгейт в Сан-Франциско. Практически каждые две недели там кто-то заканчивает жизнь самоубийством. Теперь следователям нужно проверить и изучить эти горы информации и установить мотив. А врачам, экспертам и политикам подумать, как избежать подобного в дальнейшем. По данным немецких СМИ, десятки тысяч жителей Германии скрывают от боссов и коллег свои депрессии и фобии из-за страха потерять работу. Уже сейчас в стране звучат призывы смягчить нормы врачебной тайны. Татьяна Луганович, Слав Фролов. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. А вот украинские врачи вновь заговорили о пост-афганском синдроме. Чем тревожат их те, кто вернулся с Донбасса? Выясняли наши корреспонденты. Николай вместе с другими бойцами вышел наперекур из больничной палаты. Улыбается, шутит. Казалось бы, никаких проблем. Но в конце разговора признается. Почти не спит. Спишь 2-3 часа в сутки. Привык уже так спать. Один не спит, другой раздражается по мелочам. На третьего и без причины накатывает агрессия. Врачи называют это поствоенным синдромом. Им страдает почти каждый, кто вернулся с передовой. Но за помощью обращаются единицы. На сегодняшний день это где-то 1-2%. Люди не осознают, что на самом деле изменения в их психике происходят. Этот инцидент произошел во Львове 10 дней назад. Боец на ротации. Пытается пройти в женское общежитие. Вахтер не пускает. В ответ парень достает нож. Почал кричать до всех ножем, птицать. Особа, которую мы затримали, он перебывал в збудженном состоянии. В состоянии в пьяном виде. Был неадекватный. При нём выявлено было два ножи. На одном был кровь. Как выяснилось позже, виной всему сильная контузия плюс алкоголь. Врачи говорят, и большинство бойцов именно с помощью спиртного снимают стресс. Близкие замечают, что он стал раздражительный, стал нервозный. Очень агрессивно реагирует на какие-то слова. Ему трудно включиться в эту мирную жизнь. И он начинает ежедневно употреблять спиртную. С Андреем мы знакомимся в больничном дворе. На часах 12 дня. А он уже на веселе. 50 граммов и на время забываешь о войне. В этой больнице бойцы обязательно проходят через отделение психотерапии. Ещё в нескольких медучреждениях области для них созданы анонимные горячие линии. Но этого мало. Нужна серьёзная госпрограмма психологической реабилитации военных. Нужно, разумеется, этих ребят брать на особый контроль. Потому что иначе мы этих ребят не потеряв там, мы теряем их здесь. Наталья Грищенко, Евгений Котенцов, Юрий Голубенко. Подробности телеканал Интер. Большие разборки в маленьком Остроге. Вымогательство с угрозами расправы, пьяное ДТП с погоней, задержанием. Все герои – сотрудники местного райотдела милиции. Есть ли на них управа? Выясняла Инна Белецкая. В небольшом городке Острог скандал за скандалом. Милиционеры прямо на глазах горожан задерживают своего коллегу-помощника оперативного дежурного и сына самого мэра. Ему прокуратура вменяет вымогательства. Житель Острогау требовал 3,5 тысячи долларов, но получил только 500 долларов и 12 тысяч гривен. Буквально на следующий день отличился еще один молодой сотрудник райотдела. В компании с коллегами он на Мерседесе устроил ДТП. Гаишники, прибывшие на место аварии, долго не могут найти милиционера, который был за рулем, но вскоре он объявляется сам. Впрочем, когда его просят подышать в трубку и проехать на медэкспертизу, бросается на утек, запыхавшиеся гаишники догоняют и защелкивают наручники. ВВД признает виновник ДТП их коллега, 26-летний эксперт. Милиционер втек с места пригоди, как и сгодом его коллеги, которые были пассажирами. Пока что с их працівниками милиции не звільно, но в подальшому, за результатами службового расследования, водой однозначно будет звільнен из органов внутрішних справ. Тут пассажиры еще как-то не знают. Поскольку пострадавших нет, уголовного дела против милиционера-легкача, скорее всего, не будет, говорят в ВВД. А вот его коллеге, сыну мэра, который обвиняется в вымогательстве, грозит от 3 до 7 лет лишения свободы. И это при условии, что случай был единичный. В прокуратуре не исключает, сотрудник милиции мог организовать бизнес о вымогательстве. Инна Белецкая, Николай Василюк, подробности, телеканал Интер, Ревнынская область. Все грехи и преступления сегодня припомнили бывшему премьер-министру Израиля, Эхуду Ольмерту. Возможно, он все же окажется в тюрьме. Очень уж неудачно закончился для него сегодняшний судный день. Что грозит политику? Расскажет Григорий Бадо. Бывший премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт признан виновным по трем пунктам. Мошенничество, злоупотребление доверием и незаконное обогащение с отягчающими обстоятельствами. Прокуратура утверждает, что будет добиваться для Ольмерта тюремного заключения, как уже добилось когда-то для другого израильского высокопоставленного чиновника, президента Муша Кацава, и не ограничиться общественными работами. Суд признал сегодня факт получения господином Ольмертом конвертов с деньгами, как это было установлено ранее. Его действия коррупционны. Разбирательство по делу Ольмерта длится уже 7 лет. В 2008-м госконтролер рекомендовал открыть дело против бывшего политика, который занимал тогда пост мэра Иерусалима. Бизнесмен по имени Морис Таланский, теперь это уже точно можно утверждать, передавал ему конверты с наличными на общую сумму более 150 тысяч долларов в обмен на получение госзаказов. Поначалу доказать факт взяток не удалось, и Ольмерт уже было праздновал победу. Но поворот в деле совершил обнаруженный аудиодневник помощницы Ольмерта Шулы Закен. Несколько лет пришлось доказывать подлинность этих лент, и вот сегодня коллегия судей сказала, бывший премьер, мошенник и взяточник. Отдельный пункт обвинения Ольмерт использовал деньги для личных нужд, и не сообщал о них налоговым службам. Мы глубоко разочарованы, ведь наши аргументы были в полной мере юридическими, полностью процессуальными. Очень жаль, что мы дошли до такого состояния в этом деле. Жаль правосудия и жаль подсудимого. Позднее стало известно, что точка пока еще не поставлена. Защита утверждает, что намерена подать апелляцию в Высший израильский суд справедливости. И это, кстати, не первое дело о коррупции, которое велось против Ольмерта. На данный момент все остальные закрыты, кроме одного. Кассацию по которому также рассматривает сейчас тот же Верховный суд. Григорий Баду, Алиса Неверовская, специально для телеканала «Интер». Требовать от Верховной Рады и Кабмина пересмотреть трудовое законодательство, повысить минимальную зарплату и прожиточный минимум. Об этом договариваются профсоюзы с парламентариями. Сегодня нардеп Сергей Каплин обсуждал с представителями двух десятков отраслевых профсоюзных организаций план совместных действий. Каплин сообщил, что инициировал создание межфракционной депутатской группы, которая будет готовить и лоббировать социальные законопроекты. Нам нужна новая экономическая политика, где будут действительно реформы и борьба с коррупцией. Профсоюзы готовы очолить процесс написания такого плана, защиту такого плана и штовхания в спину премьера и министра, чтобы этот план реализовывался. А вот профсоюзы Великобритании могут изрядно потрепать нервы самой Елизавете II. Что назревает в Винзоре? Об этом и не только. Смотрите в нашем обзоре. В Винзорском замке назревает бунт. Персонал королевы Елизаветы II угрожает забастовкой. Служащие жалуются на низкие зарплаты, говорят, что их заставляют проводить бесплатные экскурсии и работать переводчиками для гостей. Забастовку организовывает профсоюз работников сферы услуг. Если протест королевских служащих состоится, он станет первым в истории. Решение о проведении акции примут 14 апреля. Джереми Кларксон собрался в мировое турне. Экс-ведущий британского автошоу «Топ Гир», недавно уволенный из корпорации BBC, вместе с несколькими коллегами выступят с шоу-программой в Британии, Австралии, Польше и ЮАР. Шоу запланированы под брендом «Топ Гир». Сейчас Кларксон ведет переговоры с BBC, которая владеет правами на передачу. Ожидается, что турне принесет 10 миллионов фунтов прибыли. Ученые задумали эксгумировать Шекспира. Эта идея не дает им покоя после исследования останков короля Ричарда III. Специалисты надеются, что, среди прочего, смогут узнать, что ел и пил великий драматург, а также курил ли он марихуану. Сдерживает ученых эпитафия на могиле Шекспира. Не тревожь костей моих, будь проклят тот, кто тронет их. Нецелевое попадание. Шайба угодила по голове комментатора НХЛ. Инцидент произошел во время матча между Питтсбург Пингвинс и Сан-Хосе Шаркс. Капитан Питтсбурга Сидни Кросби пытался перехватить передачу, однако перестарался. Шайба попала точно в лоб комментатору телеканала NBC, Брайану Энгблому. Медики тут же наложили на рану несколько швов, а уже после окончания поединка Кросби вместе с пострадавшим смеялись над происшедшим. Турция забраковала актерское мастерство оскароносной Джулианы Мур. Голливудская актриса должна была стать лицом одной из местных турфирм. Перед этим снялась в рекламном ролике о туризме в стране. В турецком Минкульте видео остались недовольны. Требовали переснять все заново, однако Мур отказалась. Проект отменили. Экстрим удался. Два десятка людей застряли на американских горках в Нью-Йорке. Деревянные вагончики заклинило на самом высоком вираже на высоте 20 метров. К счастью, никто не пострадал. Парк развлечений, в котором все произошло, только открылся после зимы. Первым посетителям вручили бесплатные билеты на аттракцион, построенный 90 лет назад. Именно эти счастливчики и застряли на горках. А вот мэр Киева сегодня проехался в метрополитене. Нет, не застрял, а ужаснулся. Ужаснули его антисанитария и мафы. А, и мусор, извините. Кроме метрополитена, Виталий Кличко сегодня также инспектировал в столице парки. После инспекции пообещал, за две недели все столичные зоны отдыха приведут в порядок. А все киоски и торговые точки, которые нарушают правила безопасности киевского метро, будут демонтированы. Таких оказалось больше половины. По договору аренды, арендатор должен был привести данный переход в порядок. Лестницы, на которых можно сломать ноги, сверху течет, стены ободранные везде, грибок, полностью ничего не делалось, не выполнили условия. Мы будем очищать переходы. На юго-востоке страны проделки и весенние погодки. Шквальный ветер, мокрый снег и сильные морозы. Как напоследок покуролесил март, видели наши корреспонденты. Стихия в Харькове бушевала больше суток. Шквальный ветер ломал деревья, срывал кровли и провода. С утра все городские троллейбусы и часть трамваев остались в депо. Почти две сотни машин не смогли выйти на маршруты из-за обледенелых проводов и рельсов. А те, кто рискнул, остановились прямо посреди дороги. Мой обесточенный провод в связи с этим морозом, чи зимой, чи снегом, бог его знает. Попала вода и, считаю, не было как тока. Пропадал временами ток. Зимой даже минус 27 было, не было такого. Провода не только обледенели. В некоторых местах их оборвали упавшие деревья. Контактную сеть ремонтники расчищали полдня. Это был не просто стандартный, но при очень сильном морозе лед, который оббивается специальными устройствами, прохождением спецтехники. Он был очень вязкий, как пластилин. Он был все время из-за дождя, как бы нарастал. И вот снимают, он появляется и появляется. Из этого так долго. Стихия разбушевалась и в области. В лесополосах ветер вырывал деревья, валил опоры линии электропередач. Без света остались 15 городов и сел. Некоторые не подключили и до сих пор. Восстановление затянулось из-за того, что был очень сильный ветер. Бригады при вырыве более 15 метров в секунду не могут работать согласно действующих наших правил безопасной эксплуатации. Досталось и соседней Полтавской области. Из строя вышли подстанции, которые снабжали электричеством около 40 сел и поселков. В месте Полтава ретовальники выезжали несколько раз на демонтаж металевых листей, которые частично взорвали ветер на дахах некоторых житловых будинков. В целом, подобных выключений было несколько за тот день. Бури, хоть и без снега, и на юге Украины. В Мариуполе без кровли остались почти все киоски на местном рынке. А металлические опоры билбордов ломались от сильных порывов ветра. Участились и случаи аварии на дорогах. Большинство водителей уже успели перейти на летнюю резину. И хотя, по словам синоптиков, такой непогоды уже не будет, жителям юго-восточных областей придется еще немного потерпеть. Похолодание и мокрый снег здесь продлятся около недели. Лидия Калинина, Александр Яновский. Подробности. Телеканал Интер. Ну что ж, таким был этот понедельник. Я благодарю вас за внимание. До встречи в подробностях. Редактор субтитров А.Семкин